Всем привет! На Киночернике предстоящий 2024 год обещает быть богатым на крутые премьеры. Сегодня собрали для вас новинки, которые стоит ждать и смотреть. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Итак, согласно информации от Кинопоиска, 1 января нас ожидает большая премьера сериала ГДР. С пометкой «Скоры» и датой выхода на 16 февраля картина появилась и в онлайн-кинотеатре Винг, что точно говорит о скорой премьере. События сериала происходят в 1989-90-е годы. Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев уже начинает глобальные преобразования в СССР. Он страстно желает стать звездой мировой политики и ради этого, по сути, готов идти навстречу Западу как угодно далеко. Однако задуманная им перестройка привела к фатальным и необратимым последствиям. Все эти события, а также сложную шпионскую игру, в которую оказались втянуты разведки нескольких стран мира, мы увидим через главного героя, советского разведчика Александра Нечаева. Главные роли исполнят Александр Горбатов, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Александр Голубев и Сергей Жарков. Серий будет 14 по 50 минут каждая. Слоган сериала «Когда предают все вокруг, главное не предать себя». Будем очень ждать эту премьеру. В этот же день, 1 января, нас ожидает комедия от Киона «Успешный» с Артемом Сучковым, Владимиром Сычевым и Ольгой Медеевич. В центре сюжета 30-летний Саша, главный герой, серийный неудачник, всеми силами пытающийся стать успешным бизнес-тренером. Судьба приводит его к миллиардеру Олегу Калугину, который решает нанять неунывающего мечтателя в качестве коуча. С этого момента в жизни Саши начинаются крутые перемены, которые показывают настоящую цену успеха. Шаг за шагом он все больше отдаляется от счастья, погружаясь в мир обмана, измен, ненависти и по-настоящему больших, но грязных денег. А как развернется история главного героя, увидим уже скоро. Серий будет 8, не пропустите премьеру в сети. На днях зрителям показали и новую тизер-сцену из сериала для НТВ «Иви Золотое дно» с Юлией Снегирь и Алексеем Гуськовым в главных ролях. У драматической картины уже есть постер. По сюжету, после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семью войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес еще в 90-е, но уже отошедший отдел. Союзники себе он берет финансиста и стратега компании «Надежду», которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов, Градовые жены, дети и внуки, занятые выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий, у них есть все – деньги, власть, связи и статус, но им этого мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга. В ролях мы также увидим Игоря Гордина, Викторию Маслову, Марию Ворожищеву и других. Сериал выйдет на НТВ в следующем году, точную дату надеемся узнать уже в ближайшее время. Более того, 1 января выйдет на Иве и в сети «Ранее перенесенный страх над Невой». Напомним, что сериал должен был выйти 11 декабря, но премьеру исторического детектива с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым перенесли. В этом сериале главный герой и его напарник отправляются на поиски серийного убийцы. Действие будет происходить в Ленинграде 1967 года. Более подробные сериали мы уже рассказывали в наших прошлых выпусках. Серий будет 9. Очень надеемся на премьеру 1 января. И двигаемся дальше. Ведь стала известна дата выхода картины «Прелесть» с Олегом Меншиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым. Начать смотреть драму можно будет 18 января на премьере. События развернутся в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен городообразующий афинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал. Каждый старался забрать себе хотя бы малую часть золотых запасов этого предприятия. В наше время завод находится под покровительством узкого круга людей. Только главный герой – молодой автоугонщик по кличке Цыган – не считает новую систему работы завода честной. Он вершит в справедливость и угоняет машины только у тех, кто этого заслуживает. А таких, по его мнению, в городе немало. Самая главная и непоправимая несправедливость в его жизни – это смерть его отца. Цыган хочет отомстить виновникам. И вот в один день в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин всего города – Леонид Максимович. Встреча этих героев становится судьбоносной для них обоих. Не пропустите большую премьеру «Прелесть» с 18 января на премьер и в сети. В свою очередь, онлайн кинотеатры «Старт» и «Кинопоиск» 4 января проведут премьеру третьего сезона «Медиатора». В ролях традиционно Андрей Бурковский, Ирина Старшинбаум, Анна Каменкова и другие. В третьем сезоне профессиональный переговорщик Андрей Павлов, уже знакомый нам ранее, резкий человек, инструментарием которого всегда были психологические провокации, переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к «Медиатору» обращается следователь Женя. В городе пропадают люди, зверски убит уже несколько девушек. Все следы ведут к степному волку, возглавившему некую секту бегунов. В новой части драматического триллера запланировано 8 новых эпизодов. Кроме того, «Старт» уже объявил и другие премьеры 2024 года, среди которых стоит отметить интересную комедию «Артист» с Юрием Стояновым, Алексеем Демидовым и Александром Самойленко. Итак, вор-рецидивист по кличке Артист в исполнении Юрия Стоянова выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного ранее, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам. Серий в комедии 8 о в ролях также Филипп Бледный, Наталья Щукина и другие талантливые актеры. Есть новинки из остросюжетного жанра. Так, с 18 декабря на НТВ начинается повтор сериала «Бим» в 22.10, так как у проекта как раз завершились съемки третьего сезона. Вероятно, уже в январе нам представят и новые серии. Остросюжетного детектива про капитана полиции Климова и его мохнатого напарника Бима. В третьем сезоне герои продолжат вести борьбу с криминалом, но на этот раз в Новороссийске. Климова и его коллег ждут удобные рабочие места в большом и светлом помещении, хорошие квартиры и много другое. Однако герои не перестают ностальгировать по привычным местам. Они осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате. Она же надеется, что Макар начнет воспринимать ее не только как друга. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлят, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить головорезов. Серий в детективе будет 30. Пишите, если смотрели предыдущие сезоны сериала, обсудим, и мы двигаемся дальше. Ведь одной из самых масштабных премьер телеканала в предстоящем 2024 году, несомненно, станет шеф. Шестой сезон с Андреем Чубченко, Дмитрием Сутыриным, Ильдаром Лебедевым и Кириллом Полухиным. В новых сериях генерал Виктор Расторгуев вернется в Северную столицу на должность главного розыскника города. И его возвращение вызовет странную реакцию в криминальных верхах и некого графа, который давно притесняет бандитов, но при этом остается никому неизвестным. Съемки сериала уже завершились, отсняли все 30 серий, и благодаря 3xMedia появилось много интересных кадров со съемок. В связи с чем многие наши зрители резонно интересуются, когда же выйдет новый сезон, однако кроме НТВ точную дату пока что не знает никто. Хотелось бы, чтобы премьеру не затягивали, ведь кроме шефа у нас еще есть Невский 7, Первый отдел 4, Дельфин 2 и другие масштабные проекты. А если в расписании сместят шефа, который мы и так ждем уже довольно долго, то вероятно подвинутся в программе и другие ожидаемые новинки. Но не будем делать поспешные выводы, ведь уже в начале года, а может быть как новогоднюю премьеру, нам покажут на НТВ комедию папаши. Вернее новогоднюю комедию с Гошей Куценко, Константином Юшкевичем, Иваном Колесниковым и Никитой Панфиловым. Так как сериал позиционируется как новогодний, очевидно премьера пройдет на НТВ в ближайшем будущем. Тем более, что серий будет всего 4. Итак, в маленький городок Старолеск выезжают машины скорой помощи, автобус и легковушка. Из первой появляется Кулыгин, из автобуса Саня Балабин, а из легковушки выскакивает Бим, а за ним и Прошкин, коллега опера Макара Климова, попавшего в больницу с аппендицитом. Вслед за ними в городок приезжает Соболев и Сотников, их появление здесь явно не случайно. Каждый герой получил письмо от 11-летнего детдомовца Пашки, в котором написано, что он отец маленького мальчика. Доказательство написано в фотографии предполагаемых папаш с мамой мальчика, лицо которой закрыто сердечком. А раз все они люди приличные, можно сказать настоящие герои, то оставить без внимания факт вероятного отцовства они не смогли. Да и как же не помочь мальчишке? Но причина отправки писем совсем иная. Пашка и его подруга Маша, которая поддерживает его во всех придумках и проказах, хотят спасти детский дом. Новоиспеченным папашам предстоит не только разобраться, кто же настоящий отец маленького борца за справедливость, но и помочь ему спасти детский дом. Будем ждать премьеру и держать вас в курсе точной даты выхода новогодней комедии на НТВ. Тем временем уже точно выходит сказочный многосерийный фильм «Недетское кино». Винг запланировал премьеру на 1 января. Серии будет 12. В центре сюжета главные герои-школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив наш мир сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой, а также с бабушкой. Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя отца Таисии и многих других героев. Главные роли исполнят Настасья Сумбурская, Александр Яцко, Юрий Чурсин и другие. Уже известно, что в феврале 2024 года выйдут курьеры «Драмеди» с Владиславом Тироном, Ольгой Погодиной и Романом Маякиным. В основу сценария легли реальные истории курьеров из разных городов России. А по сюжету Гоша, 20-летний парень из интеллигентной семьи, живет в Москве и мечтает стать режиссером, но совершенно не знает жизни. Его мать категорически против, он должен закончить медицинский вуз и пойти по ее стопам. Гоша же заключает с матерью пари. Если сможет прожить без ее поддержки, она не будет препятствовать его мечте. Единственная работа, однако, которую Гошу удается быстро найти, оказывается работа курьером. И он даже не представляет, как именно эта работа перевернет его жизнь. Герой наживет себе врагов, ну и, конечно же, друзей. Съемки пройдут в Туле, а действие по сюжету будет происходить в Москве. Что ж, будем посмотреть. В новом году нас ожидают и новые серии исторического сериала «Великая золотой век». 3 января выходит 6 серия. Однако на данный момент рейтинг сериала рекордно низкий. 4,5 на кинотеатре и целых 8 баллов за оба сезона на Кинопоиске. Напомним, что в центре сюжета история становления Екатерины и ее восхождение на престол. Если смотрите долгожданную новинку с Антоном Хабаровым и Елизаветой Боярской, то обязательно напишите, как вам. А в январе предстоящего года также продолжат выходить сериалы «Куплю актрису», «Сестры» и «Комедия против всех». Если уже начали их смотреть, то не пропустите новые серии уже в новом 2024 году. И еще услышимся на Киночернике.